Четыре из четырёх. Четыре из четырёх. Если говорить о комплектах наград, то 10 из 12. Тоже, в общем... Хорошая статистика. Нас устраивает. Александра Трусова. Безусловно, тех зрителей, которые присутствуют в данный момент и присутствовали на протяжении всего европейского турнира на трибуне. Очень много наших, наших российских болельщиков. Которые создавали эту тёплую атмосферу, помогающую побеждать российским спортсменам. Анна Щербакова выигрывает произвольную программу и выигрывает серебряную медаль на первом для себя взрослом чемпионате Европы. Её жар-птица покорила континент. Поддерживают друг друга фибристки этой группы, поздравляют друг друга с наградой и поднимаются на свои ступеньки пьедестала. А если говорить о том, что ни одна из учениц этой региональной любвицы не избежала помарок, то здесь, вы знаете, так оптимистично. Если смотреть на эти вещи, то, ну, пускай нельзя же держать форму на 100% на протяжении всего сезона. Мы вспоминаем начало этого сезона, когда каждая из тех, кто сейчас находится на пьедестале, завоевали золотые медали по два турнира. То есть они выигрывали каждое по два турнира чемпионской серии Гран-при. Именно эти спортсменки выиграли все шесть этапов. Именно эти спортсменки стояли на пьедестале почёта в финале Гран-при. Именно в этом, кстати, порядке. А потом и на чемпионате России тоже они оккупировали весь подиум. Алена Косторная новая чемпионка Европы. То есть если мы подводим промежуточный итог, то, собственно, никто и никогда не поднимался на пьедестал. На взрослых стартах, если присутствовали... На первую строчку. На верхнюю строчку, да. Если присутствовали эти спортсменки в списке участниц. Это реально круто. Это совершенно необъяснимые результаты. Феноменальные. И успехи этих спортсменок, конечно, входят в историю мирового спорта. И в частности, фигурного катания. Сейчас мы видим, как золотая медаль, бронзовая медаль, серебряная медаль. Они находят... Своих обладательниц теперь уже. Своих обладательниц, да. Но и хочется, конечно, вновь сказать огромное спасибо и тренерскому штабу, и Терри Георгина Тутберидзе, и Сергей Дудаков, и Данил Глихенгаус. Это вот как троица сегодня выступавшая на льду, так же и троица, которая стояла за бортиком. Вот они, можно сказать, я думаю, что и другие люди помогали в подготовке спортсменов. Вот они в шестером заслужили эти медали. И, конечно же, помимо тренерского штаба, огромное спасибо, хочется сказать, за поддержку, за понимание нашей Федерации фигурного катания на коньках. Очень успешный турнир, получается, для российской сборной. Казалось бы, были некоторые... ну, выпущено количество некоторых критических стрел в адрес организации этого турнира. Но мы подчеркиваем, что с каждым новым соревнованием, с каждым новым днем, и, конечно же, с каждой церемонией награждения на стране становится все лучше и лучше. И мы будем с такой теплотой вспоминать этот Грац, ведь он стал суперуспешным для наших спортсменов. Да, кстати, продолжаю вот высказывание о суперуспешности этого европейского турнира для нашей Российской Федерации фигурного катания, для нашей страны. Это, наверное, как вот... что русскому... вот что всем тяжело, нам хорошо. Пускай не было горячей воды, в какой-то период в гостинице бежили, проживали фигуристы. Ее так и нет? Нет. Ну, я думаю, что найдут теперь, где помыться спортсменки и спортсмены. Они сняли два номера в соседней гостинице, и все пошли туда мыться по очереди. Помылись, номера сдали. Да, это не Ледовый дворец, который вмещает тысячи и тысячи людей. Но был лед, была площадка для не только наших спортсменов, доказывать свое превосходство. И наши, конечно, выполнили эту программу просто на ура. Но сейчас в очередной, в четвертый раз на этой арене звучит гимн Российской Федерации в честь побед наших спортсменов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восхитительные девчонки дарят нам совершенно потрясающие минуты. Ну а сейчас появляется время, чтобы немножечко расслабиться и самую малость пошалить. Имеют право абсолютные триумфаторы и триумфаторши на чемпионате Европы. Вы знаете, сейчас, глядя на этих красавиц, наших принцесс, на подиумы, ты понимаешь, что, да, вроде бы как бы это легко. Но за этими медалями, за этими победами, за этими прокатами стояла, конечно, тяжелейшая работа. Работа, которая привела их сюда. Работа.